уже совсем скоро наступит зима крайне тяжелый период как для водителей так и для автомобилей а чтобы зимой автомобиль не подвел покажу несколько простых но важных процедур по его подготовке и так погнали многие водители считают что подготовка к зиме заключается только в смене шин сезонная замена шин это хорошо но этого недостаточно чтобы без проблем перезимовать некоторые водители вообще начинают экономить и ездить зимой на летней резине наивно полагаю что зимы уже не те что раньше тем самым наплевав на свою безопасность и безопасность окружающих зимняя резина намного мягче чем летние летние при плюс 5 градусов по цельсию становится твердо и очень плохо сцепляется с дорогой даже сухой поэтому даже если нет заморозков а за бортом плюс 3 плюс 5 ваши летние колеса не больше чем кусок твердой резины которая не выполняет никаких функций переобувать машину нужно обязательно а делать это когда среднесуточная температура будет плюс 5 плюс 7 градусов по цельсию и будет держаться хотя бы дней 5-7 в общем чтобы не переплачивать но при этом чувствовать себя уверенно на дороге я выбрал зимние шипованные шины viati свой выбор сделал неспроста ведь на этих шинах ездят таксисты у которых огромные пробеги и эти шины ставят на skoda octavia из завода уж думаю концерн вак ерунду точно ставить не будет да и таксисты умеют считать деньги если вы купили зимнюю шипованную резину то знаете всю шиповку надо прикатывать чтобы шип уселся на свое место и сплющился тем самым образовав замок и не вылетал ведь их на заводе никто не плющит а просто вставляют в шины прикатывать шиповку необходимо в течение 300 500 километров без резких ускорений и торможений при этом скорость не должна превышать 70 километров в час а то некоторые не прикатывают шиповку а потом удивляются куда шипы делись во время переобувки или до нее обязательно проверьте уровень тормозной жидкости если уровень на минимуме то пора заменить тормозные колодки а также осмотрите тормозные шланги на предмет утечки тормозной жидкости процедуру проверки тормозной системы необходимо делать обязательно ведь если колеса имеют разные тормозные усилия это может спровоцировать на обледенелой или скользкой дороге занос автомобиля если позволяет погода то желательно сделать антикоррозийную обработку кузова чтобы защитить его от негативного влияния соли и реагентов. А также натереть кузов автомобиля воском. Как это делать и чем я уже показывал в предыдущих выпусках. Так что обязательно посмотрите. Чтобы морозным утром не бегать с проводами для прикуривания, необходимо полностью зарядить аккумулятор и устранить все утечки тока. Утечки тока могут быть и по корпусу в аккумуляторной батарее. Так что держите клеммы и сам аккумулятор в чистоте. Кроме аккумулятора необходимо проверить и моторное масло. Ни для кого не секрет, что при низких температурах масло загустевает и при пуске холодного двигателя масло слабо поступает к трущимся деталям двигателя, что вызывает повышенный износ. Да и для проворачивания коленвала двигателя с загустевшим маслом тратится очень много энергии, что также приводит к быстрому разряду аккумуляторной батареи. Так что вспомните, когда вы меняли моторное масло. И если это было 5-10 тысяч километров назад, то обязательно замените его. Обязательно проверьте охлаждающую жидкость и систему охлаждения двигателя. Вспомните, возникали ли у вас проблемы с подтеканием жидкости и добавляли ли вы воду. Если да, или вы уже не меняли тасол или антифриз более 3 лет, то обязательно сделайте замену. Ну и конечно же убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме и нет утечек. В продолжении темы про систему охлаждения следует в обязательном порядке до наступления холодов проверить систему отопления. Так как очень может быть, что солевые отложения и накипь могли забить радиатор печки или патрубки. А зимой без обогрева салона совсем не камильфо. Если салон не прогревается, а температура двигателя не превышает 60-70 градусов, то вероятно, что термостат заклинил на большом круге. Его конечно же надо заменить на новый. Если автомобиль с гидроусилителем руля, то следует проверить наличие жидкости в его бачке. И если давно не меняли жидкость, то смените ее. В среднем жидкость в горе меняется через 40-50 тысяч пробега. Конечно же не забудьте сменить воду в бачке омывателя на незамерзайку. Не лишним будет и замена дворников на новые. Ну или как минимум заменить на щетках резинки. Как это делать и как устранять проблемы в работе дворников смотрите плейлист на моем канале. Касаясь темы интерьера автомобиля, то перед зимой рекомендую положить в салон его коврики. В отличие от резиновых, они отлично удерживают в своих сотах грязь и воду. Я их использую уже достаточно давно и очень доволен. Они прекрасно моются и не промыкают. Главное, остерегайтесь подделок. Ссылочку на проверенного продавца я оставлю в описании под видео. Больное место у автомобиля зимой это резиновые уплотнители. И нередко водители их рвут, пытаясь открыть примерзшую дверь. Чтобы такого не происходило, натрите резинки силиконом. А если дверь все-таки примерзла, то просто надавите на дверь по контуру прилегания уплотнителей. Так как уплотнители упругие, лед сломается и дверь откроется. Также пробрызгайте ВД-шкой личинки замков и сами замки, в том числе багажника и капота. Чтобы автомобиль заводился без проблем, необходимо поставить новые свечи. Тем более, если вы их давно не меняли. А в бак рекомендую залить влагоудалитель и поменять топливный фильтр. Не лишним будет сделать и чистку форсунок. Кстати, как это делать правильно, я покажу в одном из следующих выпусков. Так что не переключайтесь. Ну и конечно же зимой в дороге с собой необходимо иметь лопатку, комплект проводов, буксировочный трос, рабочие перчатки и скребок со щеткой. Это, пожалуй, самые важные и простые действия, которые существенно облегчат жизнь себе и своему автомобилю в зимний период. Друзья, если я что-то забыл, то дополняйте меня в комментариях. Это будет полезно для нас всех. А на этом все. Кому был полезен выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и добра. Пока.